сегодня у нас в офисе было особое событие вы знаете что мы даем ежедневные уроки по талмуду и вот сегодня в канун праздника шивот к нам приехал человек который просмотрел все уроки по трактату сука и сделал завершение трактата сиюм это была большая радость прежде всего для него и конечно же для нас и для рава зильбера который почтил это событие своим присутствием и для всего руководства толдоты шируны для всех наших сотрудников поскольку мы видели что это такое реальное желание изучать тору и вот репортаж об этом мы хотим вам показать прежде чем начать я хотел поблагодарить каждого человека поблагодарить толдоты ширу за их невероятную работу и хотел бы чтобы этот съем был для понятия мишлера боится про зильбера благодаря нему его невероятной работе это же удивительная вещь когда человек делает какое-то доброе дело есть разные стороны его влияния на окружающую среду есть просто человек обучает и слушатели реальные которые есть теперь есть возможность записывают и есть потенциальные слушатели но кроме всего этого Бейс Алиби говорит интересную глубокую мысль что все что человек делает оказывает влияние на духовное влияние на окружающую среду и это известное дело что там где есть какое-то место торы то люди вокруг более более деликатные многие из них приближаются и так далее и вот эта сила влияния это великое дело и само то что в есть возможность что люди могут учить тору и могут поднять себе расти сами и влиять на окружающую среду это великое дело что Бог вам помог мурейну поневичеров раввис поневича когда-то сделали асифу когда обсуждали после шоа обсуждали как будут восстанавливать оилл матейра после большого пожара а были люди которые сказали что что нужно делать так и по-другому очень известная фраза есть которая сказал поневичеров он сказал что вы должны знать что то или на самом деле она останется в еврейском народе у нас есть только возможность либо быть теми кто ее восстановит либо не получить эту заслугу то есть и поэтому он пошел и начал открывать ищевать поневич и то делать все что нет ни мы делаем продолжение тоже это мы видим нашим дело говорить уголове говорится про левитов которые несут несут арон а кодыш несут 있어서 наши мудрецы говорят что на самом деле ктоlets отдал на любит и несут ароны а равно проводить сразу него арон на кодать ковчег завета несет литов левиты на самом деле они только делают вид что они несут что они несут арона копишь более того мы видим это до такой степени должно быть явно что когда давидом эдак заносил ковчег завета в иерушалае и была там ситуация когда ковчег пошатнулся вы знаете и тогда левит по имени у за захотел схватиться и поддержать ковчег в этот момент он упал замерто задают вопрос задает вопрос гимарай говорит почему за что он был так наказан гимарай говорит такой ответ потому что он должен был понимать что на самом деле то что арон пошатнулся это он сарон сам выпрямиться а он протягивает руку и он хочет сказать дать арону какую-то поддержку дать ковчегу поддержку дать ему чтобы он чтобы он восстановился несся ровно это пренебрежение к пониманию того где то в кит где его роль а где роль а где роль всевышнего в этом в этой ситуации это не понимание на самом деле в скобочках можно сказать а как человек должен быть на таком уровне что в эту секунду когда он инстинктивно протягивает руку он должен понимать о том что вот эту вещь оказывается да мы понимаем что те люди которые находились в то время действительно были на таком уровне осознания на таком уровне отчета за каждое свое действие что они до должны были делать такой расчет до такой степени поэтому я хочу сказать что я в данной ситуации не вижу что это моя заслуга это баруха шем всевышний дал мне такую возможность оказаться на том месте чтобы такие люди которые имеют такую силу желания коах рацион невероятную силу воли они могут взять просмотреть сто пятьдесят шесть уроков каждый урок по пять раз с переводом я же перегвожу быстро между за полчаса уложиться чтобы сказать я на самом деле достаточно для человека которого для которого иврит не очень не родной язык я же достаточно быстро говорю их более того в свое время наши мои близкие друзья которые здесь присутствуют когда заходили на первые уроки они говорили ты гонишь ты слишком быстро говоришь мы не будем ходить тебя на урок потому что ты не держишь наш темп и тут приходит человек списывает уроки скачивает их слушает по пять раз повторяет и заканчивает этом это не это не моя заслуга это заслуга этого человека которого есть такая сила воли взять захотеть сделать это конечно заслуга его супруги он говорит что на каждый вечер ему говорит сиди занимайся продолжай повторяй это такая семья это такие люди да это надо мне от них только надо учиться какую силу воли нужно иметь какое желание служить всевышнему нужно иметь я то сказать как бы просто хочу научиться так сказать у меня баруха шем всевышний дал заслуга просто-напросто это как бы это не нужно пытаться подать ковчегу руку он сам нас несет Поэтому я прежде всего хотел поблагодарить Всевышнего за то, что мы находимся, мы все, ты рыбарь, который сейчас держишь и опять за кадром, рыбавром, который не хочет никогда сниматься, герой нашего сегодняшнего сюжета, который не хочет оказаться в камере, его супруга, которая не хочет оказываться в камере, и мы на сайте не покажем. Понимаете, все эти люди, которые на самом деле стоят за всем этим проектом, которые стоят за тем, те люди, которые поддерживают этот проект финансово, я хочу сказать, что на самом деле нужно поблагодарить Всевышнего, и вот эту вот всю ситуацию нужно никогда не забывать, что Арон, ковчег завета, несет тех, кто несет его. Мы его несем. Всевышний не нуждается в том, чтобы мы распространяли в Тору. Мы нуждаемся заслужить, получить счастье в распространении Торы. Это наша заслуга, это наше счастье, что есть такая возможность быть частью огромного процесса, который называется раскрытие славы Творца в этом мире через его Тору. Это прежде всего, что я хотел сказать, я хотел бы поздравить вас, Рыбаврум, с тем, что вы закончили. Вы уже начали изучать трактат Рошана, у нас там есть 149 уроков, Безрата Шем, у вас есть еще. После этого есть трактат Мегила, там тоже где-то в районе 150 уроков. Сейчас мы находимся в трактате Хагига, там уже тоже 120 уроков, и мы еще не закончили. В общем, у вас еще есть, так сказать, примерно в районе 500 уроков у вас уже в обоиме, поэтому, как бы, я вам желаю, что называется, я вам желаю... Быстрее, или вы сделаете уроки, или вы послушаете. Я думаю, что в какой-то момент он уже сам будет учить Гиммору, и будет давать уроки где-то. Поэтому я вам желаю, вы читали Адран, я хочу вам сказать такую вещь, да? Тора – это дерево жизни для тех, кто держится за нее. Это написано правильно? Это дерево жизни. Жизнь, она выражается во многих-многих разных благословлениях, которые Всевышний нам посылает. Жизнь, она должна продолжаться. И в этом есть, в Адране есть такая великая вещь – радость, радость от окончания трактата – это великая, мощнейшая сила, которая толкает человека на очень-очень мощное продолжение благословления. Написано, что в заслугу того, что Равпапа устраивал трапезы, и он относился всегда с радостью к Сиюму, то что он получил особое благословление, которое мы видим из Адрана. Которое мы всегда перечисляем, когда читаем Адран, всегда перечисляем это благословление. Поэтому Безрат Ашем – это дерево жизни для тех, кто держится за нее. Безрат Ашем – вы будете держаться за этого древа жизни, и Всевышний пошлет вам все возможные благословления, которые написаны в Торе, и о которых вы сегодня его просили. И я, и я, и вся наша микро-ешива, желаем вам этого. Безрат Ашем – все скажут Амей, и Всевышний пошлет вам Коль Абрахот Шиктувод Батура. Амей! Субтитры создавал DimaTorzok